Приветствую вас. Вы знаете, если я правильно понял, у вашего сына нет отца. То есть, по крайней мере, он не живется. Есть ваша мама, и есть вы, и есть сын. Я могу совершенно точно сказать, что две заботливые женщины ничего хорошего для мужчины молодого не сделают. В какой стадии мама будила вашего сына? Зачем она его будила? В какой стадии вы, как бы, ну, в общем, считаете, что всё это важная какая-то ответственность, что вашей мамой, что у вас. Хочет сына работать? Его право. Хочешь куда-то ехать? Его право. Не хочешь мне работать? Тоже его право. Всё. Как бы вы можете выразить свои чувства по поводу того, что он делает. Вы можете высказать, что вот мне неприятно, или, там, мне больно смотреть, там, вот на то, что происходит. И всё. Это вы можете сказать. Но не больно. А здесь сын делает, что хочет, это его право. То есть, что он нестабилен и непоследовательен в своих действиях. Опять же, если он живёт только с вами, если он не общается с меньшиной, с старшим, то это нормальная позиция. Потому что к последовательности его женщины приучить не способны. Что-то вы говорите о себе, что вы работали и так далее. Я не очень понимаю, опять же, к чему это. То есть, ну, к чему эта история. То есть, ну, вы работали, мама работала. А при чём здесь сын-то вообще? То есть, вы почему сравниваете сюда сын? Вот. И всё. В целом, мне думается, что вы пытаетесь занизить тот эмоциональный эффект, который на вас отсюда произвела. Вот. И я бы обратил ваше внимание на то, почему вас это так волновало. Вероятнее всего, речь идёт об отсутствии адекватных границ между вами и вашим сыном. Вероятнее всего, речь идёт об этом. Такие вот... Такая вот история. Я вот тут прочитал, что вы оставили его. Он целом, наверное, сидит за компьютером. Пусть сидит. Пусть сидит. Что проблемы-то? Вы поймите, до тех пор, пока человек не почувствует, скажем так, последствий своих действий, ничего не изменится. Когда вы и ваша мама постоянно рядом с ним и постоянно пытаетесь его направить, у человека теряется ощущение, что его собственные действия что-то значат. И у человека появляется чувство, что ему можно ничего не делать. И всё вы делаете за него. Потом такие люди оказываются один. Ведь вы и мама не вечные, не вечные. Подумайте об этом. На этом всё. Если у вас появится желание освоить навыки жёсткой любви, обращайтесь к любому психологу. Я уверен, вам помогут. Я надеюсь, что мой ответ был полезен. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok